Глава 37. Возобновились работы на стройке. Уже возвели крышу и теперь достилали пол, рубили окна, двери. Один раз с утра туда пришел Ефим Любавин. — Хочу пособить вам, — сказал он, улыбнувшись Кузьме. — Хорошее дело, — сказал Кузьма, отметив, однако, что глаза у этого Любавина такие же, как и у всех у них, насмешливые и недобрые. Клавдия, как и раньше, приходила в обед к школе, приносила в корзинки такие же вкусные пирожки и шаньги, только радости она с собой теперь почему-то не приносила. Кузьма молча устраивался на каком-нибудь кругляшке, молча ел. Клавдия не могла не заметить этой перемены, хотя виду не подавала. Внешне все было благополучно, но один раз Кузьма глянул на нее и поразился. В глазах у веселой, спокойной Клавдии устоялась такая серьезная черная тоска, что он растерялся. — Ты что это, Клавдия? — Что? — Какая-то... Чего ты такая грустная? — Ничего, — Клавдия усмехнулась. — Показалось тебе. Кузьма решил поговорить с ней ночью. Но она и ночью не хотела говорить о том, что ее терзает. И только когда Кузьма обнял ее, приласкал, она вдруг заплакала и сказала. — Сохнешь, обманьки, вижу. Все знала, заранее знала, что будешь сохнуть, только ничего не смогла с собой сделать. — Брось ты, слушай. Кузьма не знал, что говорить. А если бы было светло, то и смотреть не знал бы куда. — Думала, привыкнешь, забудешь ее. — Брось ты, Клавдия. Кузьма поцеловал ее обветренной губой и невольно подумал. Нет, что-то не то. — Посылала тогда я ее к тебе в сельсовет, а у самой сердце разрывалось на части. Знала? — Ну, хватит. Ты как заведешь эту песню, так не остановишься. Причем тут сельсовет? Кузьма отвернулся и стал смотреть в окно. В темном небе далеко играли зорницы, лопотали листвой березки. Скрипел от ветра колодец до журавли, и глухо стукалась о края сруба деревянная бадья. Клавдия притихла на руке мужа. Может, застула, а может, думает самую горькую думу на свете, которую никто еще никогда до конца не додумал. Глава 38. Егор корчевал пнием, расширял пашню, уставал. Приезжал поздно вечером, наскоро ел, раздевался и падал в кровать. А Марья зажигала лампу и садилась шить своим братьям и сестрам штаны и рубашонки. Шила и думала, думала. В гости к ним редко приходили. Один раз рано утром заявился Емельян Спиридонович. Обошел весь двор, заглянул в пригон, в конюшню, покачал стойки, плетни. Потом вошел в избу, поздоровавший сказал. Там один столбик в пригоне заменить надо. Парь гонил. Знаю. А руки не доходят. Отозвался Егор. Марья начала торопливо собираться на стол. Молчала. Емельян походил еще по избе. Оглядел окна, постучал в стены. Сел к порогу курить. Ничего, изба получилась. Не жалуемся, ответил Егор. Ты все корчуешь? Спросил Емельян. Корчую. Скажал его одному. Завтра пришлю тебе двух мужиков. Из органа. Егор не сразу согласился. У меня пока платить нечем. Я расплачусь, сказал Емельян Спиридонович. Потом отдашь. Это не Фип все учит меня жить. Все боится чего-то. Побежал в школу строить. Дурак хитрый. Тьфу. Емельян Спиридонович в сердцах плюнул на папироску, кидал ее в шайку. Я вот зачем пришел? Надумали мы с Кондратом Сенову и вестем. Зачем сейчас-то? Надежки. Хотели бы обросить твое баричком. А может ты сам бы помог? Сете что ли? Когда же? Егор подумал. Ладно, приеду. Дяденька, завтракать с нами, пригласила Марья, немножко взволнованная приходом свекра. У нас, правда, не шибко на столе-то. Мы уж похлебали, отказался Емельян Спиридонович. Мать лапшу с гусятины варила. Ешьте. Я пойду. Ненасти бы не было. Свина, что-то болит. Он, кряхтя поднялся, взялся за скобку, спросил, ни на кого не глядя. Марья-то брюхатая, что ли? Четвертый месяц, ответила Марья и покраснела. Егор хмуро сопел, гоняя черенком ложки таракана по столу. Емельян Спиридонович также хмуро мотнул головой и вышел. Некоторое время молчали. Да чего же вы все нелюдимые, Егор, не выдержала Марья. Просто на удивление. Ну, чтобы ему посидеть с нами, хоть для близира, спросить, как, мол, живете. Ведь отец он тебе. Что он сам не видит, как живем, лениво отозвался Егор. Да разве в этом дело? В чем же? Ну, я же не знаю. Зачем же тогда жить, если и так будем, как буки, смотреть с друг на друга? Ни ласки, ни привета. Хватит. Оборвал ее Егор. Разговорилась. Извольтка забегал к ним Сергей Федорович. Сидел, пел чай с вареньем и рассказывал что-нибудь. Рассказал, как один раз давно-давно он со Степанидой, покойницей, ездил в город. А там, в городе, тихо говорил он, поспатривая на Марью, жила тогда материнская сестра, тетка твоя, Настасья. А эта Настасья была замужем за богатым человеком. Он у нее не то купец, не то служил где-то, шибко богатый. Дом об двух этажах, а в доме ковры всякие, зеркала. Живой воды только не было. А вышла за него Настя, шибко чудно. Приехал тот человек в деревню по своим каким-то делам и подвел колодцу коней попоить. А Настя-то как раз по воду пришла. Он увидел и говорит, где живешь? Вот недалеко Настя-то. Поехал тот человек к деду твоему. Ну, тары-бары, я, мол, такой-то хочу, мол, вашу дочь за себя взять. Да, ну и уез в тот же день. Они сильно красивые были, малюгиня-то. Да. Так вот, приехали один раз в город и остановились ночевать у Насти. И сидели мы со Степаниной на печке и смотрели, как живут добрые люди. Какая же это красота! К ним как раз гости сходились. И до чего все обходительные? Входит какой-нибудь, весь в золотых цепях, при шляпе. Входит. И не то, чтоб на здрасте или здоров живете, а обязательно скажет честь вашей красоте. А ему отвечают салфет вашей милости. Насмотрелись тогда на них. Или рассказывал Марье еще про что-нибудь. Иногда Марья почему-то плакала. А Сергей Федорович говорил. А ничего, ничего, дочка. Обойдется. Один раз их застал Егор. Пришел откуда-то мрачный. Мыркнул с порога невнятное здорово. Смахнул сбалечь пиджак. Достал из-под печки недоструганное топорище. Сел на лавку и принял себя стругать. На гости ноль внимания. Как будто его здесь нету. Сергей Федорович опешил. Встал, начал торопливо одеваться. Заговорил, чтобы хоть что-нибудь сказать. А я вот зашел. Дай, думаю, посмотрю, как они там. Егор ухом не поел. Продолжал стругать. Марья с изумлением и болью смотрела на мужа. Да ты сядь, тятя. Чего вскочил-то? Сядь, сказал отцу. Да мне шибко-то рассиживать. Я вот попроведал и пойду. Там ребятишки заждались, наверное. Бывайте здоровы. Егор даже головы не понял. Даже не кивнул. Сергей Федорович вышел из избы. Дождался в ограде дочь. Ну, девка попала ты к людям. Мать чистая. Какие они? Марья стала жаловаться. Прямо не знаю, что делать. И вот всегда так. Сил моих больше нету. Он меня и по имени-то не зовет. Эй, и все. Сергей Федорович покряхтел, высморкался, развел руками. Что тут делать? Сам ума не приложу. Может, одумается, еще обживется. Ну, люди. Верно говорят. Не из породы, а в породу. Я думаю, это от жадности у них. Ведь жадность-то несусветная. Погоди. Репетишкам отнесешь чего-нибудь. Да ладно уж. Не бери ты у них ничего. Пошли они к чертям. Марья сходила в седе, вынесла в платке большой узел муки и кусок сырого мяса. На тебе вот, пельмени сделайте. Сергей Федорович взял узел и пошел домой, сгорбившись. Марья долго смотрела ему вслед, потом вошла в избу. Егор сидел у стола, задумчиво смотрел в угол. Ну, Егор, давай говорить прямо, начала Марья с порога. Ты все время моего родителя так принимать будешь? Молчание. Егор. Что? Егор медленно повернул голову и не мог, не захотел, пригасить в глазах злые колючие огоньки. Ты все время... Я их всех ненавижу, всю голодьбу вшиваю. Дождались змеи поганой своей власти. Радуются ходят. Нарадуются. Марья сдержала волнение, негромко сказала. Дай, Господи, рожу ребенка, уйду от тебя, Егор. Знай. Егор спокойно выслушал, долго сидел неподвижно, потом положил голову на руки, тихо, без угрозы сказал. Далеко не уйдешь. Глава 39. Федя скоро поправился. Ходил уже на работу и когда его очень просили, поднимал подол рубахи и гордо показывал мелкие шрамистые ритминки, следы дроби. Да и там сидят. Не могли достать. Поправиться-то он поправился, но что-то случилось с Федей. Он загрустил, всегда был на удивление спокойный, с хорошим, ровным настроением, а тут просто непонятно. После работы уходил Федя на Баклане и стоял на берегу столбом, смотрел на воду, подкрашенную свежей краской зари, на дальние острова, задернутые белой кисеей тумана, на синее по вечернему тусклое небо. Подолгу стоял так, стремится шипение бешеной река. Здесь она вырывается из теснины каменистых берегов, заворачивает влево и несется дальше, капризно выгнув серебристую могучую спину. Ковроня женским чутьем угадала, что происходит с Федей. Однажды вечером он сидел задумчиво у окна. На дворе было ненастно. В окна горстями сыпал окладной спор и дождь. Ковроня вернулась от соседки, долго, как курица, отряхивалась у порога, поспатривала на Федю. Тот не хотел замечать ее. Ковроня разделась, села к столу на броде мужа, долго молчала, потом вдруг спросила, «Ты что, влюбился, что ли?» «А то ее какое дело», ответил Федя, продолжая смотреть в окно. Ковроня схватилась за бока и захохотала, да так фальшиво, что Федя с изумлением посмотрел на нее. «Ой, матушка царица небесная, уморит он меня совсем, о чем ты только думаешь своей корчагой?» Федя не счел, нужно вступать в разговор. «Как ты можешь понимать, что такое любовь?» не унималась Ковроня. «Зато ты шибко умная, не охота мне с тобой разговаривать», отрезал Федя, нестерпел. Ковроня опять притворно засмеялась. «Да ведь ты же, как тебе сказать, ты же лисина необтесанная, и туда же про любовь думаешь, ведь я же на тебя и так без смех не могу глядеть, а ты взял да и шо влюбился. Ну, не дурак ли?» Федя не возбудиво смотрел в окно. «Так чего ж ты сидишь-то? Ты иди и скажи, так, мол, и так, Марья, влюбился в тебя, может, Егорка ноги хоть с тебе переломает там?» «Заткнись, варежкой», сказал Федя. «Завтра скажу, Марья, хоть посмеемся вместе». Федя медленно повернулся к жене. «Я так скажу, что ты в землю уйдешь до пояса». Ковроня презрительно макнул рукой. «Молчи уж, баранья добитый». А через два дня Ковроня застала мужа. Она не то что следила за ним, но все же приглядывала за необычным занятием. Федя пробрался в высокую крапиву, поразил на корточке, к плетню и смотрел через него соседью ограду, на Марью. Марья только что вернулась с речки, развешивала мокрое белье. Нежарко горело июльское солнце, пахло уедающей ботвой и полынью. Марья в белой кофте и черной, туго облегающей бедра юбки, ходила босиком по ограде, отжимала сильными руками рубахи, встряхивала их и, приподнимаясь на носки, перекидывала через веревку. На руках и ногах ее, как прилипшая рыбья чешуя, сверкали капельки воды. Когда она хлопала белье, высокие груди ее встрагивали под тесной кофтой. Федя смотрел на нее и крошил в пальцах тоненький сухой прутик от плетя. Ковроня неслышно подкралась сзади и вдруг чуть не над с самым Фединым ухом громко позвала «Мань!» Федю точно ударили по затылку. Он ткнулся вперед в плетень, испуганно оглянулся на жену, а она, не давая ему опомниться, закричала «Ну-ка, иди скорее ко мне!» Марья положила рубахи в таз, пошла к плетню. Федя втянул голову в плечи и замер. Он не знал, что делать. «Да скорее, скорее ты!» торопил Ковроня. Когда Марья была уже в нескольких шагах от плетня, Федя шарахнулся назад, с треском ломая крапиву, шиб Ковроню с ног и пригибая, чтобы его не было видно. Марья из-за плетня побежал в избу. «Вон он! Вон побежал! Эй, ты куда?» «Эх ты, бессовестная каря!» кричала земли Ковроня след Феди. Марья только успела увидеть, как Федя одним прыжком замахнул на крыльцо и скрылся в дверях. «Что это?» Ковроня! Злое, мстительное выражение на лице Коврони сменилось беспомощным и жалким. И, поднимаясь с земли, она некоторое время рассматривала красивое лицо молодой соседки и вдруг заплакала горькими, бессильными слезами. «Что?» передраздела она Барью. «Змеи подколодные!» «Мучители бои!» поделась и пошла из ограды, отрекивая сзади юбку. Глава сороковая. «Страда!» «Золотая легкая пыль в теплом воздухе, ласковое выленившее небо, и где-то там, высоко-высоко, в синеве, затерялись голосистые живые комочки, жаворонки. День-деньской изменят, роняя на теплую грудь земли кружевное, тонкое серебро нескончаемых трелей. При дорожных кустах деловито-пописковое шлиряют бойкие птахи, по ночам сходят с ума перепела. Все живет беззаботной жизнью, ничто еще не предмещает холодных ветров и затяжных, нудных дождей осени. Хлева удались хорошие, люди торопились управиться, пока держится ветров. Жали серпами, косили литовками, пристроив к ним грабельки-криучья лобогрейками. На волосах богачей, махая крыльями, трещали жнейки. Николай Голокольников имел свою лобогрейку. Настроились с утра. Сперва на беседку села Клавдия показать Кузьме, как действовать граблями и когда поднимать и опускать полотно лобогрейки. Потом сел Кузьма. Объехали круг и Кузьма уже уверенно махал граблями. Улыбался во весь рот. Николай правил парой неприученных к лобогрейке лошадей. Перекрывая шум машины, крикнул Кузьме. Ну вот, видишь, Кузьме нравилась эта работа. Четко обрезанная стенка ржи, а внизу движется, сечет ее зубастая стрекочущая пила. Рожь вздрагивает, клонится. На обладе уже набралось достаточно, на сноб. Теперь надо отпустить ногой педаль, которой полотно удерживается в наклонном положении, помочь кораблями, и куча ржи сползет с него. Следом идут бабы, вяжут снопы, а потом снопы составляют всуслоны. Работа отвлекала Кузьму от беспокойных, въедливых мыслей. К вечеру он так устал, что заснул моментально, и во сне рожь все наплывало, наплывало на него, вздрагивало, клонилось, желтое, тучное. С утра снова прыгали отдохнувших лошадей и снова круг за кругом, круг за кругом по волосе. В три дня все сжали, начали свозить снопы на точок, пошла молодьба, начали тут же, под скирдой. Неподалеку молотили Любавиным. Кузьма издали узнал Марью, отошел за скирду, сел, привалившись спиной к снопам. Задумался, что же делать? Неужели всю жизнь вот так мучиться? Хочется ему, чтобы Марья была рядом, чтобы ей, а не Клавде, подавал он наверх, на скирду ковш с водой, чтобы ей смотрел в глаза. Он не видел ее с того раза, когда она приходила в сельсовет. Хотел увидеть, ходил на работу мимо их избы, думал встретить по дороге или около колодца. Один раз увидел ее в ограде, замедлил шаг, хотел хоть издали поздороваться. Но Марья, заметив его, ушла в избу. Забуду, забуду, ни к чему это все, думал Кузьма. Но не забыл, аж осунулся, упорно, мучительно, бесплотно думал о ней, вспоминал походку ее губы, глаза. Мужа ее встречал раза два на улице, шел, нагнув голову, мрачный, как сверь какой-то. Лениво поднял на Кузьму глаза, задержал взгляд на мгдовение, насмешливый, и опустил голову. Не поздоровался. Красивый он, подумал Кузьма. Отмолотились рано, вывезли хлеб, засыпали в загрома. И началось. Закучерявились, закрутились из труб в ясное небушко пахучие злые дымги. Варился самогон из новой ржицы. Готовились свадьбы, крестины, именины. Через пару дней появились первые ласточки. Поздно вечером кто-то громко, топача по дороге, бежал за кем-то и кричал диким голосом «Зарублю земель такой!» Николай усмехнулся. Чуешь, секретарь? Начинается. Много драк бывает? Посмотришь. На третий день к вечеру деревня кололась пополам. Почти в каждой избе гуляли. Ломились столы от земных даров. Самогон мерили ведрами. Пили, пели, полисали. Сосновые полы гнулись от опыта. Из одного дома переходили в другой, из другого в третий. В каждом начиналось все сначала. Потихоньку зверели. Задричали колья, зазвенела битая посуда. Разбахнулась, поперла через край дурная силушка. На одном конце деревни сыновья шли на отцов, на другом отцы, на сыновей. Припоминались обиды годовалой давности. Кузьма в эти дни был необходим, как гармонист. За ним прибегали и звали заположным голосом «Скорей!» К ночи гулянка разгоралась, как большой пожар, неудержимо и безнадежно. Дикая, грустно бежалась со смешным и нелепым. Ганя Косых, деревенский трепачий, выдумщик, купился в дугу, надел белые штаны, рубаху, вышел на дорогу и лег посередине. «А я Бомбер!» заявил он. Кругом орали песни, плясали. Никто не замечал Ганю. «Эй!» кричал Ганя, желая обратить на себя внимание. «А я Бомбер!» Наконец заметили Ганю. «Что ты, образина, разлегся здесь?» «Я Бомбер!» скромно сказал Ганя и закрыл глаза. «А-а-а!» «Поняли!» «Понесли хоронить, ребята!» Наскоро пьяной рукой сколотили три доски гроб, положили туда Ганю, подняли на руки и медленно с песнопедиями, с причитаниями понесли к кладбищу. Впереди процессии шел Яша Горячий, нес с места иконы четверть самогона, приплясывал и пел частушки. На нем была красная неподпоясанная рубаха, полисовые штаны и высокие хромовые сапоги-вытяжки. Ганя Косых лежал в гробу, а вокруг него голосили, стонали, горько восклицали. Кто-то плакал пьяными слезами и громко споркался. «Ох, ха-ха-ха! Да на кого же ты нас покинул? Эх, не отлетал ты, голубочек сизый, отпахал ты крылышками! Хе-хе-хе-хе-хе!» «Был ты, Ганька, праведный, пойдешь ты, Ганька, в златые вороты!» «Ох, да куда ж я теперь, сиротенушка, делусь!» Какой-то верзиллогулка колотил себя в грудь, крутил головой и просто и страшно ревел. «О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» И тут Ганька не выдержал, перевернулся спиной кверху, встал на четвереньки и закричал петухом, ждал, вот смеху будет. Это обидело всех. Ганьку выволокли из гроба, сдернули с него кальсоны и приняли стягать крапивой по голому заду. Особенно старался двухмедровый сиротинушка. «Мы тебя хоронить несем, а ты что делаешь, сукин сын?» «Братцы, помилуй тебя!» «А ты что делаешь, помер, так лежи смирно!» «Так это ж, это я, может, воскресать начал!» оправдывал Сыганька. «Согни ему салазки, Иисусу, чтобы не воскресал больше!» На другой день опохмелялись с утра, потом пошли биться на кулаках. Был в деревне, кроме Феди Байкалова, еще один знаменитый кулачник, Семен Соснин. Он всегда устраивал кулачки. Около Семенова двора в такие дни толпился народ. Сам Семен стоял на кругу и кротко, посмеиваясь, галадил могучей рукой окладистую рыжую бородку. Ждал. Кулак у Семена, как канатный узел, небольшой, но редкой крепости. Мало находилось охотников ударить с ним. Свидей они не били, Семен не хотел. А когда кто-нибудь изъявлял, наконец, желание шваркнуться Семеном, он покорно расставлял ноги, точно врастал в землю, прикладывал обе ладони к левому уху и говорил великодушно. Валяй! Мужик долго примеривался, ходил вокруг Семена, плевал на ладонь, разминал плечо, бил, потом бил Семен, бил садка, с придыхом, с ризу. Некоторых поднимал кулаком на воздуся, почти никто не оставался на ногах после его удара. Эмилиан Спиридоныч шел с Кондратом по улице, подвыпемшие, направлялись гости. Увидели у состиной избы, толпился народ. — Семка! — сказал Кондрат. — Зайдем? — откликнулся Эмилиан Спиридоныч. Подошли. В кругу стоял не Семен, а Федя Байкалов. Рукава просторной Фединой рубахи засучены, взор мутный, Федя был на взводе. С ним никто из Бакланских не бился. Иногда нарывались залеты удальцы из дальних деревень, но после первого раза зарекались на всю жизнь. Слишком уж тяжела рука у Веди. Эмилиан Спиридоныч, увидев Ведю, улыбнулся ему, как желанному другу. — А, Федор, что, трусить на родишко выходить? — Может, ты выйдешь? — предложил Федя. — Ну, куда мне, стариков, равняться с вами? — Вот разве Кондрат, — Эмилиан Спиридоныч выразительно посмотрел на сына, подмигнул незаметно. Тот вял и качнул головой. — Нет. Эмилиан Спиридоныч опять повернулся к Феде. С притворным уважением сказал. — Бояться, Федор. А у самого в глазах садонинский огонь, подмывалось желание врезать Феде. Видел, что тот пьян. — Не те людишки пошли, Федор, не те. Федор призрительно отвернулся от него, плюнул. В глазах у Эмилиана Спиридоныч заиграл зеленый огонь. — А кого бояться-то? — продолжал он тем же добродушно уважительно тона. — Вот эту оглоблю? Федя приоткрыл от изумления рот. — Я, я, конечно, жутейно сказал, пояснил Емельан Спиридоныч, продолжая непонятно улыбаться. — Но правда, стоит перед вами туша сорого мяса, а у вас у всех износа капает. «Тьфу, да чего мелкий народ пошел?» — Ты выйди сам, сказал кто-то из толпы. Крупный какой выискался или хочется и колиться. Он в коленках слабое, чтоб выйти. Я-то выйду, неожиданно для всех сказал Емельан Спиридоныч. Скинул пиджак и вышел на круг. «Давай!» Наступила тяжкая тишина. «То первый?» спросил Федя. «А это хинем!» Емельан Спиридоныч поднял с земли камешек, заложил руки за спину, долго перекладывал камешек из ладони в ладонь, зажал в одной. «Отгадаешь? Первый бьешь!» «Правый!» Камешек был в левый. Федя изготовился, приложил ладони к уху. Емельан Спиридоныч медленно, очень медленно подошел к Феде, развернулся и с такой силой ударил, что огромная Федина голова мотнулась в бок. Он качнулся, но устоял. «Становись!» Встал Емельан Спиридонович. Федя скалился и кинул свой страшный кулак в голову врага. Емельана Спиридоновича бросила в бок до плетень. Он хватанулся за колье и упал вместе с плетнем. Тут же вскочил и, потирая ухо, сказал неврежно «Ничего!» Они удалились Кондратом, гордые и злые. За первым же углом Емельан Спиридонович прислонился к заплоту и закрыл глаза. «Не могу идти, ох, паразит!» «Я думал, он крепко выпивший, производитель поганый!» «Отведи меня домой, Кондрат!» Дома Емельан Спиридонович обвязал голову полотец и весь день лежал на печке, прогревал на горячих кирпичах ухо, тихонько матерился, вспоминал Федин кулак. Гуляли еще два дня, потом постепенно затихли и занялись делами, близилась зима. Конец первой части. КОНЕЦ КОНЕЦ